МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Зачем человеку каникулы? Затем, чтобы отдохнуть", пели в фильме знаменитые Петров и Васечкин. На дворе лето, время отпусков у взрослых и каникул у детей. И наша закрывающая сезон программа оказалась тоже очень отпускной. О приключениях, райских кущах и ежиках. Итак, в этом выпуске вы увидите. Поселок Рошпина, краеугольный камень, с которого началось возрождение Израиля. На вершине мира адвокат Даниэль Вольфсон стала первой израильтянкой, покорившая Эверест. Как помочь сотням ежей, попавшим в беду? Инициатива израильского парка Сафари, уникальный проект, аналога которому нет в мире. Среди гор Верхней Галилеи утопает в зелени деревьев и ярком разноцветии уютный поселок Рошпина. Трудно поверить, но этот маленький провинциальный городок стал тем самым краеугольным камнем, с которого и началось возрождение современного Израиля. На фоне кипящих жизнью ярких мегаполисов Рошпина кажется старой потертой бабушкиной шкатулкой. Но заглянув внутрь, любопытный путешественник найдет в ней настоящие драгоценности, истории людей, зданий, человеческих страстей и стремлений. Здесь вообще какое-то такое сельскохозяйственное очень место. Рошпина, как один из первых городов, возникших на территории Израиля в современное время, начинал свою историю, конечно же, с сельскохозяйственного поселения. Евреи, приехавшие сюда из Румынии и Российской империи, первые поселенцы, вынуждены были, в прямом смысле слова, в поте лица своего добывать хлеб свой насущный. И вот небольшой музей сельскохозяйственной техники рассказывает нам о первом периоде существования города. Плук! Смотри, можно попробовать. Мне тут только не хватает вала или лошадки какой-нибудь. Бывшим жителям еврейских местечек было трудно освоиться среди бесплодных камней Ближнего Востока. Скудные урожаи, жара и малярия поставили первопроходцев на грань выживания. И тогда на помощь пионерам Эра Цесраэль пришел знаменитый еврейский филантроп барон Эдмон де Ротшильд. Конечно, Рошпина – абсолютно райское место. Так это выглядит сегодня, когда сюда приехали первые репатрианты из России и из Румынии. Здесь всего лишь навсего была старая разрушенная арабская деревушка, в которой просто невозможно было жить. И только благодаря барону Ротшильду, его деньгам, его помощи, первые поселенцы сумели не только укорениться, но и построить. Это действительно замечательный городок. Но все же тяжелой работой в поле занимались мужчины. А на хрупкие женские плечи ложилось домашнее хозяйство и необходимые для повседневной жизни промыслы. Здесь в Рошпине существовала школа, одна из первых, где преподавание шло на возрожденном языке иврит. И вот здесь, прямо в этом здании, слева была квартира учителя, а справа уже были классы. Сегодня в этом здании расположены галереи и, кстати, гончарная мастерская, куда я тебя и приглашаю попробовать своими руками сделать что-либо. Эфрат – пятое поколение жителей города. В своей мастерской она продолжает древнюю традицию гончарного искусства. Специально для нас она согласилась провести короткий мастер-класс. Никак в жизни этого не делала. Сказали, надо смочить руки, да? Глина любит много воды. Жми на газ, поехали! Это будет самая кривая миска на свете. Ай-яй-яй-яй! Все! Барон Ротшильд подошел к процессу освоения эротисраэль весьма творчески, не только жертвуя средства, но и внедряя инновации и возрождая древние промыслы. Помогая переселенцам побыстрее обустроиться на новом месте, барон Ротшильд также начинает развивать здесь и виноградарство, и виноделие. Посмотри, какая бочка. И эти традиции, они продолжаются и до сегодняшнего дня. Израиль сегодня одна из ведущих винных держав мира. Репатрианты первой Алии были людьми религиозными, и потому уникальная старинная синагога, построенная в конце 19 века, стала гордостью первопроходцев. А ее неброское убранство бережно хранят потомки первых жителей города. Обрати внимание, какой здесь замечательный купол. Строители не умели строить такие вот хорошие купола, как это принято в больших строениях, зато не умели строить лодки, потому что перед приездом в Эр-Цесраиль они очень хотели заниматься рыбной ловлей и рассчитывали купить земли недалеко от берега моря. На самом деле все произошло не так, как хотелось, и они поселились здесь, недалеко от города Цфата. Ну, а умение строить лодки пришлось использовать для строительства куполов. Географические названия в Израиле всегда тесно переплетены с библейской историей Святой Земли. И хотя Рашпина – город сравнительно молодой, но и в его имени есть ссылка на библейский сюжет. Само название нашего города взято из Танаха и псалмов царя Давида. Рассказывают, что при строительстве еврейского храма в Иерусалиме один большой камень никак не могли подогнать на положенное ему место и отбросили в сторону, чтобы не возиться с ним. Но когда строительство подходило к концу, этот камень неожиданно, идеально подошел к самой прекрасной арке, и храм был закончен. Рошпина на еврите означает краеугольный камень. Так и наш город из заброшенной деревушки стал первым камнем в основании возрожденного Израиля. В 20-е годы 20 века Рошпина становится одним из центров еврейской жизни эры Цесраэль. В городе даже появляется собственная гостиница. Фантастика, как много здесь построил барон Ротшильд. В том числе он построил и одну из первых гостиниц в еврейских поселениях, которая принадлежала человеку по имени Альтер Шварц, Старый Шварц. Кстати, внуком этого человека был знаменитый израильский генерал Игаль Алон. Но в 60-е годы в этой старой гостинице, где некогда останавливались религиозные евреи, молились, здесь размещалась коммуна хиппи. И вместо молитв отсюда донесились совершенно другие песни. А из окон шел очень интересный дымок. Первый квартал города, в котором сохранились и каменная мостовая, и увитые цветами и плющом старые домики, располагает к неспешной прогулке под удивительно синим небом. И вот это первые дома, которые были построены здесь, в Рошпине. Обрати внимание, здесь внизу есть небольшой арочный вход и деревянная дверь. Здесь располагалась мелкая лавочка по продаже гвоздей, ниток, мыла. В общем, всего того, что было нужно хозяину. Ему достаточно было просто спуститься вниз, и он уже на работе. Сегодня Рошпина один из популярнейших туристических объектов. Старые дома обретают новую жизнь, превратившись в галереи, художественные мастерские и маленькие гостиницы. История Израиля подобна великолепному архитектурному комплексу, в котором смешались разные стили и временные пласты. И Рошпина, краеугольный камень, по праву занимает в этом здании свое почетное место. Совсем недавно над Эверестом поднялся флаг Израиля. Выдрузила его там первая израильтянка, сумевшая покорить крышу мира, самую высокую гору на земле. Чего это стоило, Даниэль Вольфсон, она рассказала в интервью нашей программе. Даниэль Вольфсон, первая израильская альпинистка, покорившая Эверест, родилась в Москве и репатриировалась в Израиль в 1988 году в возрасте 10 лет с сестрой-близняшкой, мамой и бабушкой. Окончила Тель-Авивский университет и юридическую школу Беркли в Калифорнии. Даниэль – успешный адвокат, живет и работает в пригороде Тель-Авива Рамадгане. Не представляет своей жизни без спорта, всерьез увлекается триатлоном и альпинизмом. Здравствуйте, Даниэль. Здравствуйте, Лика. Я вижу перед собой первую израильтянку, которая взошла на Эверест. Вы когда-нибудь вообще в своей жизни думали, что это случится? Вообще нет, но 10 лет уже начала думать. 10 лет после того, как у меня была авария, я упала, когда отдыхали на резорте ски, с качель. Вот тогда вот я вот, как говорится, кинула воздух и сказала, я еще докажу и покажу, что поднимусь в Эверест. Это было в 2011 году. То есть, вы упали с подъемника? Да, это был второй день отдыха. Как раз я ехала на высоту 3 800. Это было в Банске, в Болгарии. И около меня сидел итальянец. И как раз, когда подъезжали уже, как говорится, уже для спуска, уже даже были выходить, это было где-то на высоте 5-6 метров, он открыл эту железку и его палка была в моих лыжах. И он хотел достать просто, чтобы подготовиться. Он достал палку, а я на конечке сидела и упала. Упала, упала на правую ногу и у меня плотина в правой ноге и упала на лед еще. Это было с высоты где-то 5-6 метров. И вот тогда я поняла, что жизнь моя поменяется. В Болгарии они мне сделали операцию и мне не нужно было за что-то держаться. Я просто думала, а за что держаться? Я там лежу одна, без телефона, без ничего. И лежу целый день и не этот морфиум, чтобы не болело, чтобы просто боль была адская. И мне врачи сказали, во-первых, будет укорочение ноги, сможешь ходить только на костылях, сможешь ходить только с палкой. Если вообще будешь ходить, можешь даже на коляске. Я сказала, инвалидом я не буду. Это был ужас. Для меня я считала, что это конец жизни. Мне было 33 года тогда, я уже была адвокатом, у меня ребенок, но вся жизнь впереди, я тут инвалид и еле хожу. Кто вообще на меня посмотрит, захочет и вообще обратит внимание и начала заново учиться ходить. После этой операции научиться заново ходить, потому что все мышцы все были повреждены. И я начала ходить, сначала, конечно, с костылями, потом с палочкой. Взяло где-то около от полтора года двух лет и потом начала ходить, но уже хромало. И в один день я видела, что все бегают, бегают в парке, бегают. Оказывается, все готовились к ночному бегу в Тель-Авиве. Есть такой ночной бег в Тель-Авиве, он проходит в ноябре, кажется. Записалась, я думаю, ну, 10 километров, сколько смогу, сколько смогу. Для себя, мне нужно было что-то, за что-то схватиться. И вот я пришла, вот это ночью, это в 8 вечера начинается, все бегут, а я еле иду, еще ковыляю, хромаю, еле иду. Я думаю, закончу, неважно, сколько времени возьмет. Все, конечно, 10 километров примерно берут, 50 минут, час, час 10. Я 3 часа. Я дошла. Я поняла, что я могу сделать, даже если я не хожу еще 100%. Это же берет все в процесс, время. Я вот записалась в группу, в группу Вега, и там я узнала, как говорится, я еще тогда в Болгарии, кинула воздух, я еще сделала эверест, но пока 2 года, эверест, какой эверест, какой эверест, я тут еле хожу. И там в группу, когда я записалась, тренер группы в Тель-Авиве, он сделал эверест, и он ходил, ходит в горы. Случайно? Совпадение. Совпадение. И он говорит, что он через несколько месяцев хочет сделать маратон-эверест. Марафон по горам. По горам. Я говорю, как можно записаться вообще? Он говорит, давай будем программу сделать. А подготовка же сумасшедшая, помимо бега. Обычно же идут другие вершины, да, перед эверестом. Какие горы встали перед вами до восхождения? Конечно. Я сделала гору Эльбрус, самая высокая гора в Европе. Первый был Эльбрус, да? Нет, первый был Килиманджаро в Африке. Это Килиманджаро, гора самая высокая в Африке, 6000, почти 6000. Эльбрус, это гора самая высокая в Европе, это 5600. есть, конечно, я сделала еще другие горы, Аконкагуа, это самая высокая гора в Южной Америке, 7000. Я, конечно, сделала еще другие горы, которые не входят в семерку, как гора Монблан, Арарат, Казбек, часто, маунтэн, гора в Америке, Витни маунтэн, гора в Америке, я сделала, в Непале, Мэра пик, я сделала Айланд пик, то есть эти горы, которые в Непале тоже находятся около Эвереста. Когда ты идешь трек и идешь впереди, ты все время видишь Эверест, гора все время впереди перед тобой, то есть утром, в обед, вечером, и я сказала, я еще приду и сделаю гору Эверест, потому что я же помнила, что тогда еще, когда в Болгарии решила, что я еще покорю Эверест. Когда вы начали восхождение на Эверест, вы ожидали того, как будет сложно все-таки, или не до конца это было понятно, то есть я понимаю, что вам все все рассказывали, как это страшно, и сложно, но вот когда на собственной шкуре это, какое было впечатление? Я думала, что будет тяжело, но не думала, что будет так тяжело. Было очень много вещей, которые зашли, которые никто не ожидал. Во-первых, корона. В лагере было 26 экспедиций, 10 экспедиций закрыли из-за короны. Шерпы, это напальские носильщики, которые живут в горах, они должны поставить палатки, занести еду в высшие лагеря, идти, нести какие-то вещи, и на восхождение нести кислород, они тоже заболели короной. То есть была такая ситуация, у нас было 37 шерп, мы начали, а закончили 14, и то было половина из 14 уже больные короной. Вот корона очень-очень повлияла. И добавочно к этому, весь ледник, который проходишь с лагеря, вот начального лагеря, 5300, до первого лагеря есть ледник Кумбу, называется. Я слышала о нем, читала, я его не делала. Это ледник живой, который все время движется. И там все время, все время происходят какие-то действия. Может упасть одна стена, может веревки упасть, могут с лестницы упасть. И все это очень непросто. За веревку и двигайся, двигайся. Вот, потихонечку давай. Давай, давай, давай. Сейчас черночка будет. Ногу переставила. Переставила ногу, двинула руку сразу. Молодец. Вот так вот. Сейчас. Я видела фотографии, я видела видеозаписи. Это такое обмундирование, оно же само по себе еще тоже весит. И костюм, который комбинезон, он теплый, он весит около двух килограмм. И ботинки, специальный ботинок, каждый ботинок есть где-то килограмм двести. И рюкзак, который ты везешь, свои лечебные вещи. То есть шерпа, который носили, он внесет вещи общие для лагеря, еду несет, а ты несешь свои вещи. То есть то, что я взяла, то и будет у меня вот на эти вот дни на акклиматизированный выход. Условия непростые. То есть полтора месяца не моешься. Один раз нам разрешили, когда было солнце, не было ветра. Потому что опасность, что заболеешь. Есть ветер, можно заболеть, простудиться, и тогда, конечно, уже не будет никакого подъема, не будет восхождения. То есть любая вещь на высоте, она становится в пять-шесть раз больше, чем на уровне моря. То есть если любая простуда, например, даже насморк, его нельзя вылечить. Для того, чтобы вылечить, нужно спуститься в месяц. Если с тобой что-то случилось на высоте, значит, кто-то еще должен тебя сопроводить вниз. Но если ты спускаешься вниз, то уже нет возврата обратно. То есть надо будет уже... То есть это уже заканчивается экспедиция для этого человека. Люди у нас, которые заболели, они заболели гриппом, заболели ангиной, спускались немножко вниз, и потом они уже не возвращались. То есть это уже понятно. То есть ты хочешь хоть какой-то шанс, чтобы был на возвращение опять вернуться в основной лагерь, но это уже все. Это уже, можно сказать, закончена экспедиция для этого человека. А когда вы восходили на Аверест, были мысли, что все, дальше не пойду? Не было ни одного раза мысли, что я поднимаю руки и спускаюсь вниз. Даже когда я заболела на 6500, очень заболела там. Когда мы вышли уже на восхождение и решили, что попробуем сделать восхождение, когда погода была очень плохая, я заболела. у меня был сильный кашель, у меня горло очень болело, я просто резала, я уже не кушала, не могла спать, галлюцинации уже были какие-то ночью, пить не могла. И тогда я уже понимала, что тут или вверх, как, не знаю, или вниз. Вот она была красная, вот этот вот последний. Ну, дойду пешком. Да, все равно ерунда. Хотя бы до базы. Чего? Хотя бы до базы. Я дойду. Погода портится, ты дойдешь? Нет, я пешком дойду. Нет, понимаешь, нам надо, это, погода портится, вылетать сейчас, через 5 минут. На секунду я не думала, что я иду вниз. Не на секунду. Все говорили мне, ну, ты понимаешь, то есть, надо идти. А все группы, которые, участники экспедиции, которые остались, 5 человек, говорят, ну, надо уже идти вниз. Я говорю, ничего, еще один день, еще один. Хоть лучше, хоть немножечко, хоть немножечко сил еще приобрету, хотя все очень тяжело, очень медленно. Даже одеть ботинки берет 40 минут. Одеть костюм, берет час. Все очень, как говорится, в медленном темпе. Выйти с палатки, дойти до палатки, ну, столовой палатки, столовой. Это берет, может быть, 40 минут. Все очень медленно, и мне было очень все плохо чувствовало. Но на секунду я не решила, не думала, что я не пойду. То есть, если бы меня привязали веревкой, силой бы спустили, конечно, бы не было выбора. начальник экспедиции брал на себя ответственность за всех участников. То есть, это и его решение было оставить вас, а не спускать вниз? Конечно. Начальник экспедиции, он, говорит, самый адекватный человек, который будет там. На высоте чем выше, тем решение менее адекватное. То есть, ты можешь принять решение неправильное. Он понимал, что меня там спустить только силой. То есть, он понимал, он понимал, что я просто вот так вот вперед, вот так и вижу только вершину. Он понимал, что будет очень тяжело меня спустить и принять такое решение. И когда мы вышли в кемп-3, я была самая последняя. Все намного быстрее поднялись. И он сказал, смотри, таким темпом дойти до вершины будет очень тяжело, кислорода недостаточно. Говорит, если ты с четвертого кемпа на 8 тысяч, когда четвертый кемп на 8 тысяч, за 10 часов не дойдешь до вершины, ты должна возвращаться. То есть, это был мой договор с ним, что если я за 10 часов не дойду до вершины, мне надо будет возвращаться. То есть, это решение, которое должна была принять, возвращаться, потому что кислорода не хватит. Мы пришли в кемп-4-8 вечера, а через 2 часа сказали, мы выходим уже на вершину. То есть, после 10 часов, что мы поднимались, сказали всем выйти в 10, я вышла на 20 минут раньше. И когда я вышла, что Абрам увидел мои глаза, он говорит, у тебя были стеклянные глаза, ты вообще ничего не видела. Когда я вышла раньше, я говорю, ждать всех? Он говорит, не жди, иди. И просто я поняла, что я иду, и каждый шаг, который я делаю, это приводит меня к вершине. Были места там 90, под уклоном 90 градусов, были даже негативные уклоны. То есть, там есть и знаменитый Илари степ, это называется ступень Илари, что это такая скала, что ты поднимаешься с ней. И я просто вообще ничего не видела. То есть, я была намерена, кашель, горло, все это выкинуло в сторону, я себе в голове сказала, сейчас это вообще не важно. Больно, не больно, тяжело, не тяжело, идти вперед. Ой-ой-ой. Тут страшно. Давай-давай-давай. Не запускайся. Дождь и Саша. Давай вперед, Джумар! Пусть Джумар! Гора Евреста, это не самая тяжелая гора. Есть горы намного тяжелее, они находятся и в Напалии, они выходят тоже больше 8 тысяч. Гора Евреста, она самая тяжелая в эмоциональной стране. Что в ней, в этой крыше мира, такого, что не все добираются до вершины? Что в ней максимально эмоционально сложного для вас было? Экспедиция очень тяжелая, два месяца. То есть, когда ты уже подходишь на вершину, ты уже весь опустошен, нет уже никаких сил. Но гора Евреста, она самая высокая, мечта каждого альпиниста подняться на Еврест. А для меня вообще это было как быть первой израильтянкой. То есть, быть первой израильтянкой на вершине мира, для меня это было выше всего. То есть, это мотивация, которая, я понимала, что сегодня, в эту экспедицию, в этот момент, я могу быть первой. Это мой шанс. Получается, простуженная, 20 часов с небольшим перерывом подъем, температура какая там на вершине? Минус 40, минус 45 было. Минус 45 градусов. И ветер еще был. И ветер. Я вообще не могу это, конечно, представить. И вот в этот момент вы внимаете израильский флаг, вы дружаете его на вершину. Этот момент, моя голова понимает, эта высота уже почти 9 тысяч метров, 8, 8, 49. Я понимаю, что я стою на вершине мира. Я понимаю, что это момент исторический. Флаг у меня был тут вот, в комбинезоне. Я понимаю, я достаю этот флаг. И, конечно, такие эмоции, что... Нет слов. Мы будем следить за вашими восхождениями. И я вам желаю, чтобы они все были с такими же горящими глазами. И главное, потом, пожалуйста, расскажите нам, как это будет. Обязательно. В социальных сетях мы часто читаем о трудной судьбе бродячих, кошек и собак, о том, как важно подкармливать их, особенно в зимнее время. Но в израильские города заходят и другие животные, которые тоже страдают. Причем иногда вовсе не от недостатка пищи, а от ее избытка. О необычной инициативе госпиталя для диких животных в уникальном проекте помощи попавшим в беду ежам в нашем следующем сюжете. В зоологическом парке Сафари в Рамадгане обитают 1600 животных со всего мира. Представители 180 видов, большая часть из которых находится на грани вымирания. На территории парка функционирует самый большой на Ближнем Востоке госпиталь для диких животных и перелетных птиц. Здесь каждый год получают необходимую медицинскую помощь более 7 тысяч зверей и пернатых. Ветеринары госпиталя проводят сложнейшие операции. Но в эти дни специалисты клиники и добровольцы стали заботливыми нянями для ежиков, которых привозят сюда со всех концов Израиля. Порой то, что мы, люди, делаем животным во благо, может обернуться им во вред. Вместе с муниципалитетом Рамадгана мы запустили компанию, рассчитанную на широкие слои населения. Все дело в том, что за последние несколько месяцев к нам в госпиталь поступило очень много ежей. Вообще ежик по своей природе животное-одиночка. Но в городах они стали встречаться друг с другом гораздо чаще, чем нужно. И происходит это преимущественно там, где люди оставляют на земле корм для уличных котов. Скапливаясь в местах кормления котов, ежи заражают друг друга различными заболеваниями. Чаще всего ежи заражают друг друга чесоткой. От клещей, увы, не спасают и колючки, потому что эти паразиты в них и живут. Для лечения в ход идут средства традиционной и альтернативной медицины – антибиотики, специальные кремы, мази и даже индивидуальная диета. Потому что питаясь кошачьим кормом, оставленным на земле, ежи часто переедают и теряют свой базовый навык сворачиваться в клубок для защиты от хищников. А здесь, в Сафари, у каждого колючего пациента свой, тщательно подобранный для него рацион питания. Нина – волонтер, работает здесь 7 лет, с тех пор, как вышла на пенсию. 30 лет я проработала в офисе. Когда вышла на заслуженный отдых, искала для себя такое занятие, в котором не будет ни факсов, ни телефонных звонков, ни электронных писем. И я нашла себя в Сафари. Я очень люблю животных. Помогать им это счастье. Большая часть ежей после лечения и реабилитации, которая, как правило, длятся около двух месяцев, вернется в свою естественную среду обитания, где они снова рискуют заболеть. Самое важное, чтобы люди помнили, даже при самых хороших намерениях и действуя из самых лучших побуждений любви к животным, которые живут в городской черте, если вы кормите бродячих кошек, поднимите миску с едой для них выше уровня земли. Помните, если к вам попали маленькие ежата и вы решили попробовать их выкормить, высока вероятность того, что они погибнут. Коровье молоко для ежей не подходит, так как у них нет ферментов для переваривания этого продукта. Лучше отвезти животное туда, где ему смогут оказать квалифицированную помощь в госпиталь диких животных Ромадганского Сафари. Заключительная прогулка этого сезона подошла к концу. Ну а я с вами прощаюсь всего-навсего до следующего сезона. Счастливо, удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok